В Петропавловске прошла еженедельная сельскохозяйственная ярмарка районов области. Посетил ее и Аким региона ГАУЕС Нурмухамбетов. Довольны ли ценами и качеством привезенной продукции жители города? Подробности узнаете далее. На прошедшей ярмарке было представлено широкое разнообразие продуктов сельского хозяйства, начиная от овощей, заканчивая колбасами и молочными изделиями. Некоторые жители города стали постоянными гостями еженедельного торгового события. С удовольствием покупают товары здесь и пенсионеры. Помимо хорошего качества, они отмечают привлекательные цены. Цены здесь всегда приемлемые. Здесь всегда можно прийти что-то купить по нормальной цене. Поэтому я каждый раз посещаю эту ярмарку. Продукты все свежие, претензий никаких нет. Молочка купили, сметанки купили, баранинки купили. Цены нас устраивают. Молоко и творог купил. Цены мне нравятся. Спасибо жителям районов за привезенные продукты по низким ценам. Помимо этого, хочу отметить, что товар качественный, свежий. Меня устраивает. 36-летний Роман Шнайдер продает мясо птицы на ярмарке вот уже несколько лет. Говорит, что горожане с охоты берут товар. Мужчина подробно рассказал об имеющемся ассортименте. Все, что связано с курицей, то есть бедро, крыло, грудку, голень, окорочка, саму тушку, суп-набор, рагу, что у нас есть, печень, желудочки, сердце, цыпленок, табака. Все наши позиции, все, что состоит из курицы, все части. Еженедельная ярмарка была открыта для всех желающих, которые с большим интересом подходили к торговым прилавкам. Покупатели получали возможность приобрести свежие натуральные продукты, общаться и задавать вопросы производителям лично. Одним из посетителей был Аким Северо-Казахстанской области, Гауес Нурмахамбетов. Продавцы уверяют, что качество товаров отменное. Натуральные продукты с охотой разбирают местные жители. Представители районов благодарят организаторов за возможность продемонстрировать свою продукцию жителям областного центра. На ярмарку мы приезжаем сюда постоянно. Продукция у нас изготовлена из чистого мяса плюс специи. Уже за такой период времени мы уже наработали своих постоянных покупателей, то есть люди уже идут целенаправленно за нашей продукцией. Виды у нас, значит, что у нас колбасы есть, и ветчина, и ливерная, и печеночная, свиная, говядина, рулеты вот такие красивые, карбонат. В общем, ну как бы ассортимент у нас достаточно. Заключены меморандумы с торговыми сетями о сотрудничестве по сдерживанию цен, чтобы они не превышали торговую надбавку в 10%. В области также сформирована комиссия по посредническим схемам. По словам заместителя управления предпринимательства, на ней проведено уже 85 заседаний. На 20 из них были выявлены нарушения, когда посредники завышали цену. С целью сдерживания цен в области сформирован стабилизационный фонд при социально-предпринимательской корпорации «Салтосталь». Фондом выдаются займы местным товаропроизводителям для закупа сырья и дальнейшей переработки и продажи уже в торговые сети и в утешленной цене. Вообще у нас 19 наименований социально-изначально-продовольственных товаров, из них 15 производятся в нашей области. Не производится только рис, масло подсолнечное, сахар и соль. Это закупается у нас напрямую у заводов производителей казахстанских. Такие ярмарки дают возможность районным сельскохозяйственным производителям заявить о своей продукции и стать доступными для широкого круга покупателей. Руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений по североказахстанской области рассказал об особенностях проводимого мероприятия. Здесь привезена продукция, это говядина, мясо, баранина, конина, свинина, мясо птицы, молочная продукция, продукция пчеловодства, картофель и овощи. Объем завезенной продукции составляет порядка более 6 тонн, но общую сумму 8,3 миллиона тенге. Нужно сказать, что такие ярмарки у нас еженедельно проходят в областном центре. Так, например, за прошлый год в целом по области проведено 303 сельскохозяйственных ярмарок, только в областном центре проведено 133. Сельскохозяйственная ярмарка стала отличным поводом для демонстрации богатства и разнообразия продукции северного региона. С начала текущего года проведено уже 9 ярмарок на общую сумму 19,5 миллиона тенге. Традиционно они проводятся на коммунальном рынке и рынке Алтынарман.